Итак, всем привет, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на своем канале, и это уже пятый выпуск. Ну, примерно таким образом раньше снимались мои видео, а сейчас, сейчас у меня появилась камера, и я очень надеюсь, что вам будет из этого приятнее смотреть. И я уже дома, прилетела домой, поэтому это будет последний выпуск, пятый выпуск серии моей модельной поездки в Милане, плохая модель. Выпуск будет подводящий итоги, в принципе, всего и дающий вам какие-то советы. Начну с того, что последние дни я снимала очень мало, потому что было очень-очень мало времени. Когда началась работа, она просто выжимала из меня все соки, особенно вторая. У меня было две работы, должна сказать так, что я не ушла в минус, я и не ушла в плюс, я осталась как бы прямо посередине. То есть у меня была минус какая-то сумма, я не хочу просто говорить о цифрах. Я, в принципе, ее отработала, но не пошла дальше. Я решила, что мне нужно сейчас поехать обратно в свою страну, у меня выпускные экзамены, сдать экзамены и потом продолжать. И моя поездка закончилась не на самой хорошей ноте. Значит, с этого это было очень смешно. Точнее как, сначала мне, конечно, было не смешно. В общем, при последний день, перед тем, как улетать, я пошла на вокзал покупать трансфер на поезд, чтобы потом, ну, доехать до аэропорта. В этот день у меня украли кошелек. Там была немаленькая сумма, которую я отложила на подарки своим друзьям и своей семье. И у меня украли кошелек прямо вот перед тем, как я хотела все это купить. Короче, это было не очень здорово. Я целый вечер просидела в полиции, конечно же, я плакала. В общем, было довольно тяжело и неприятно. И что самое смешное, ребят, это был один-единственный раз за всю мою поездку, когда я следила реально за рюкзаком. То есть у меня он был маленький, раньше он носил все время большой. А тут я взяла маленький. И я его реально вот так вот под подмышку клала и вот так вот вынесла, чтобы, не дай бог, там никто ничего не украл. Но самое обидное было не деньги, а то, что у меня там хранилось в кошельке все мои карточки, которые у меня там были, все мои памятные билетики. Ну, знаете, как женский кошелек, так сказать, в общем, все там было памятное. Теперь я сделала выводы, что там это не надо хранить. Ну, хотя бы что-то, что-то меня научило. Но ничего страшного, я себя успокоила. Может быть, родителям не хватало денег на операцию своему ребенку. Так что я очень надеюсь, что я кому-то помогла, и это делает меня немножечко счастливее. Ну и что, в 6 утра выходим на работу. Так рано я еще здесь не вставала, точно. Помните центральный вокзал Милана, который я показывала, где еще было вон то яблочко? Ну вот сегодня я в него и иду, поеду на поезде, посмотрим, как он выглядит изнутри. Ну и, конечно, я бы не была с собой, если бы вышла на правильную станцию. На самом деле, там не моя ошибка была, но просто после того, что теперь я жду, стою, что за мной приедут, и я вообще не знаю, где я. И тут стремно. Что касается моей первой работы. Это было очень-очень здорово. Первая моя работа была на бренд, Бруно премии, на обувь. Был лукбук для обуви. Там были очень-очень классные съемки. Большинство своих были на улице. Я не так много успела для вас снять, к сожалению. В общем, мы отсняли половину на улице. Все луки снимали сейчас на улице. Сейчас пообедали все вместе. Они очень классные, кстати. Они такие гостеприимные. Мне тут и кофе носят. Там на улице мне сразу подают всякие кофты, чтобы мне не было холодно. Сейчас очень вкусной пастой накормили, другими там разными гарнирчиками. Тут, короче, много разных отсеков, где все находится. В том числе такие коробочки приписанные. И смотрите, какую я нашла. Как думаете, что там? Вот тут мне делали макияж. Сейчас я в халатике согреваюсь, а то очень-очень холодно было на улице. В общем, я только зашла домой. Безумно устала после сегодняшних съемок. Вторая часть была в студии. Вот. Где я только не побывала, в каких позах только я не была. На каких деревьях я только не лазила. В общем, у меня такой макияж и такая прическа вот такая вот была. Вот у меня вот так были уложены волосы. Когда я возвращалась домой и ехала в поезде, мне так люди смотрели, конечно. На меня столько штукатурки, в жизни не было. Каждые три лука они заново накладывали. Еще, 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 еще. Тональник и румяна, и все, короче. Сейчас буду все это смывать. Я уже так хочу от этого освободиться. Но люди на самом деле очень приятные. Прямо вот шикарная атмосфера сегодня была. Хоть они плохо говорят по-английски, я почти не могла с ними отговаривать, потому что они не понимают. Только один этот единственный фотограф. Кстати, его стиль работы был очень классный. Но я думаю, вам это не так интересно будет, если я расскажу. Но просто все в том, что мне было очень интересно наблюдать за тем, как он работает в своей студии. В общем, это отдельная тема. Прямо масса впечатлений и масса хорошего настроения сегодня получено. Кстати, вы могли заметить, что в последних аутфитах мне нарисовали песнушки. Мне показалось, что эти съемки были довольно трудные, то есть я реально очень устала. Но получив вторую работу и после этого отработав до 10, наверное, часов вечера, я поняла, что все было так хорошо. Фотки получились реально очень-очень крутые. Часть из них я уже выложила, поэтому, если хотите их увидеть, то заходите в мой инстаграм и смотрите там фотки Бруно Преми, хэштег Бруно Преми, там будет серия фотографий. И пишите, как вам, скажите мне свое мнение, будет мне очень интересно почитать. В общем, мой сегодняшний день начался не с очень хорошей ноты. Мало того, что сейчас идет дождь, начинается, и на улице очень пасмурно с утра, и темно, так мне еще, я уже второй раз иду в то место, которое было назначено, потому что мне пришлось возвращаться, поскольку я забыла проездной, в своей куртке дома, в другой куртке. Но, друзья мои, во всем нужно искать плюсы, поскольку я когда выходила, у меня эти мазоры вообще не дают мне покоя, я еле шла. И по пути домой я встретила замечательную аптеку, где купила замечательные пластыри. Я пришла домой, наклеила эти пластыри, и сейчас чувствую себя человеком, зато мне в течение дня не придется решать эту проблему. Так что умейте пользоваться своими ошибками и превращайте их в плюсы. Вау, просто посмотрите. Это очень красиво выглядит. Вау. Забыла вам снять. Знаете, что произошло? Я когда сегодня обедала, я варила себе курицу и бульон. У меня было очень мало времени, я просто быстренько кастрюлю поставила в холодильник, чтобы уборщицы ее не убрали, и чтобы сохранить бульон, да, и чтобы на нем потом сварить суп. Ну и, короче, прихожу я такая, открываю холодильник, и вижу, вот просто здесь стояла кастрюля, и просто куски стекла валялись там. Короче, видимо, из-за того, что кастрюля была горячая, я как-то вообще об этом не подумала, но просто проломила вот эту штуку. Видите, тут даже коричневая есть немножко. Ну, короче, в общем, стекло продавило, это смешно, правда. А лифт, в котором нету зеркала? Хм, интересно. Вот все, что спасает сегодня от голода. Финики внутри орешки. Сегодня вообще очень много кастингов, некоторые даже приходится пропускать, потому что не успеваю до них добраться. Еще одно вау сегодняшнего дня. Снова иду на кастинг, но такие красоты, что я не могу не остановиться и не насладиться. Вы у меня очень много почему-то спрашивали, писали мне в личку, писали в комментариях, чтобы я рассказала, как я выучила английский. Не знаю, честно говоря, я не считаю, что я прямо так хорошо разговариваю. Да, я не теряюсь. И просто давно уже учу английский. Ну как, с первого класса учу английский. Я безумно люблю языки. И просто очень много друзей, ребят, с которыми я общаюсь на иностранном языке, на английском языке, потому что они иностранцы. Ну вот, в принципе, так я и выучила. Просто вам скажу, что чем больше практики, чем больше вы используете язык в повседневной жизни, тем лучше у вас получается. То есть я фильмы могу смотреть на английском. Я, как правило, читаю на английском какие-то статьи. Если не книги, то статьи. Я смотрю ролики на ютубе на английском. Я, ну, стараюсь все делать на английском. Весь мой там телефон на английском. Потому что я понимаю, что этот язык мне явно-явно понадобится, поскольку я буду там учиться за границей, поскольку я хочу путешествовать, поскольку, скорее всего, буду работать в интернациональной компании, в интернациональном коллективе. Поэтому, если, когда я понимаю, что мне этот язык нужен, то я стараюсь себя как можно больше им окружить и как можно больше себе ставить челленджи, которые, может быть, для меня сначала были очень страшными. То есть для меня раньше я вообще была очень-очень-очень стеснительной девочкой. Я помню, когда мне было лет 12, я поехала в немецкий лагерь. Я тогда учила немецкий, ну, сколько? Ну, полтора года или два, по-моему. И меня окунули в эту среду, и мне было так страшно даже, не то что на немецком, на английском, мне было даже страшно разговаривать, хотя я английский лучше знала. И вы знаете, когда вы погружаетесь в такие вот обстоятельства, когда у вас просто вот нет выхода, и вам приходится вот через себя перешагивать, эти вот эти вот барьеры, то есть челленджи себе, чем больше вы ставите, тем лучше у вас получается, поверьте мне. Так что я вам советую, если вы тоже стеснительный человек, то просто вы видите иностранца, говорите с ним на английском, какой бы у вас там ломаный английский не был, старайтесь, говорите, хоть на пальце, хоть на чем-то, но если вы будете пытаться, то чем больше вы пытаетесь, тем больше у вас получается. То есть, например, для меня до сих пор очень страшно и некомфортно, если я разговариваю с человеком на его языке, то есть я знаю, что это его родной язык, но мой не родной, и, конечно же, у меня будет акцент, то есть вот я жила в комнате с американкой, если вы помните, и для меня это вот самое такое страшное, потому что я как-то чувствую себя неловко, то, что у тебя вот такой акцент, а она так вот идеально разговаривает, и как-то, ну вот, ну вот для меня вот это вот очень неловко, но я понимаю, чем больше я себе ставила челленджов даже с этой американкой, чем больше я пыталась даже поговорить, тем лучше у меня в конце концов получалось так же, ребята, если вы хотите реально выучить английский просто окружайте себя им везде находите себе друзей, с которыми вы будете разговаривать на английском языке и не стесняйтесь ставить себе челленджи и не стесняйтесь всяких таких вот circumstances, всяких обстоятельств которые вас ставят, может быть, в неловкое положение тогда у вас все будет классно, обещаю у нас сегодня, ну, очень тепло плюс 13, ярко светит солнце настроение сразу улучшается из-за... они сказали что-то про Америку, я даже не решила у них оборачиваться, надеюсь, они не поедут за мной, пожалуйста вот на ужин у нас такой диетичный супчик, стараемся питаться все так же и правильно покажу вам, как выглядит моя новая книжка убрали практически все старые фотографии сюда вставили, правда, не самые лучшие с фотосессии, но вот смотрите часто выглядят таким образом они как бы современнее как мне сказали, что те фотографии, которые были у меня до этого, они немножко old-fashioned вот, вот я бюджетчика в общем, да это мне не нравится, это мне нравится отсвечивает, да? отсвечивает ну, в общем, примерно, чтобы просто понимали, что это старая фотка, это новая фотка вот это вот они старую тоже оставили не знаю, чем она мне нравится, мне помню, не очень это новая фотка и вот эту старую оставили вторая моя работа была в выходной день и она была у того же фотографа а этот фотограф, он как бы в другом городе и там нужно было на двух поездах делать пересадки то есть мне присылали билет на один поезд на другом вокзале уже нужно было пересесть на другой поезд там все было рассчитано под время, да? а для меня, который очень плохо ориентируется, это было очень сложно короче, во второй день я просто облажалась так, что мне было безумно стыдно это вообще был какой-то кошмар но первая была не моя вина, потому что поезд очень сильно опоздал я начала паниковать, понимаю, что я приезжаю в один город, в который мне нужно пересаживаться на другой поезд с полчаса опоздания я там, слава богу, договорилась уже на информации, все спросила мне объяснились и сказали, что вот, поезд через 40 минут и как вы думаете, что? я села монтировать видео, значит 40 минут, попью чай, заказала себе чай и думала монтировать видео да, конечно, я смотрю на время, прошел час я не знаю, каким образом я просто так монтировала, что увлеклась этим абсолютно, как всегда и все, я понимаю, что я опоздала на поезд а я до этого уже звонила, такая, ой, извините, sorry, please что-то вообще так получилось, что поезд опоздал а он такая, ой, я мне к тебе в этот город очень долго ехать давай, все, будем ждать тебя, ну, заказчик уже ждет окей, окей и потом, когда я понимаю, что я опоздала на следующий поезд я просто такая стою, боже мой, что мне теперь делать мне было так стыдно и страшно звонить но, в общем, я позвонила, собралась силами, сказала так-то и так-то они мне сказали, что вот, такой-то, такой-то поезд, чтобы ты не перепутала то-то, вставай на тот перрон, там все посмотрели короче, тоже было через 40 минут поезд но, в общем, я на него села, доехала, мне сказали я очень много извинялась, мне сказали, что, типа, ой, да ты что, все в порядке мы-то, нам-то нормально, а заказчик, типа, злится если первые съемки у меня были, как бы, с фотографом его командой то есть, у этого фотографа своя большая студия он там делает снэпы для моделей и также бренды, продукты ему делают заказ и он делает эти фотосессии я так понимаю, что этот Бруно Премия, который была моя первая работа они уже как, не то что постоянные клиенты, но они ему доверяют и этих, ну, самих модельеров, дизайнеров вообще не было никого там не было, самих заказчиков то есть, мы просто сами работали он там сам выставлял все, аутфиты подбирал ну, короче, все сам делал только вот, ну, обувь их была, продукт вторая моя работа, это было тоже на лукбук Даниэла Веза там были шубы, очень прикольные съемки были там было просто... эти шубы, они вообще не кончались я просто стою столько макияжа этого сделали начали меня в это все одевать и там вот стояли вот эти, ну, как, вешалки с этими шубами я смотрю, я фоткаюсь, фоткаюсь, там этот лукбук, да, на фоне так, 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 там, типа, задом задом, да, задом боком и так далее я уже не могу у меня еще вся эта обувь, она была мне большой я там еле ходила но у меня просто 37 размер ноги, очень маленький и круче я смотрю на эти вешалки, а шубы вообще не кончаются у меня такое было ощущение, что их все больше и больше становится я вижу, закончилась одна вешалка, привозят вторую и что самое интересное у меня эта работа была очень-очень долгая то есть, я реально, я там просто уже умирала под конец все уже умирали у меня сначала был этот лукбук всех этих шуб и потом бьюти-съемки вот бьюти-съемки были очень классные то есть, у меня там, ну, раз в других уже позах там уже было в основном шубы на голое тело но это было очень красиво я эти фотки до сих пор не получила но, ну, прям, ну, мне очень понравилось вот эти вот, как мне сделали макияж, правда, был безумно странный вы сейчас увидите но это... я такое не очень понимаю но, видимо, это модно в общем, сейчас уже девятый час я выгляжу как какой-то... ну, жаль, не видно мой макияж но я сегодня работала с самого утра вот до самого вечера только что освободилась я вообще еле стою на ногах но это того стоило такая приятная, приятная усталость жаль, что ничего не успела снять потому что просто сегодня целый день я даже телефон в руки не брала просто там туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда вообще, не знаю, без остановки сегодня было прям очень тяжелые съемки вот так примерно я сейчас выгляжу у меня еще были такого цвета губы такие серебристые все это был второй мейкап когда были, типа, бьюти-съемки нужно было сделать файв-имиджес для каталога, типа, бьюти таких что, знаете, какие у меня образы больше всего были? типа, шуба на голое тело и, а-ля, вот такое лицо, типа вот так, да? просто как какая-то шалава что это? очень классный дизайнер, девушка что с моими волосами сейчас? они просто, они все в лаке это, я не знаю, мне их даже страшно трогать это просто какой-то кошмар сколько на меня сегодня лака нанесли о, я только села в поясе просто отрубаюсь на ходу практически ничего не ела хорошо, что я с собой иду сейчас буду кушать ну, а что самое интересное за первые съемки, за первую свою работу хоть я работала намного меньше мне заплатили почти два с половиной раза больше чем за вторую работу так что, ребят, если вам интересно то знайте, что сумма, которую вам платят не зависит от объема работы то есть нет такого, что вот модели за час платят обычно столько-то если лукбук, то за час лукбука съемок лукбука платят столько-то это так не работает совершенно и каждый заказчик, в принципе, просто сам решает сколько он будет платить а твое дело соглашаться или не соглашаться но, конечно, когда ты начинающая модель ты, ну, не будешь отказываться, логично вот скажите мне, насколько человек должен был не проснуться чтобы взять соль с кухни прийти в ванну и умыться ей вот у меня какое утро уже на завтрак сначала йогурт белый, просто белый йогурт и потом яйца с бабами почти идеально вот еще бы чуть-чуть и был бы вообще просто класс ребят, в общем, это просто какая-то жесть я когда ехала на последний кастинг у меня закончился интернет и мне нужно было как-то после этого добраться в магазин а я целый день не ела хотела куда-то пойти покушать теперь я как-то сейчас добираюсь до дома еле-еле хорошо, что я взяла с собой карту бумажную и сейчас по ней в дожде дождь, она мокнет и я пытаюсь как-то добраться до дома а я даже не знаю, где в последнем выпуске я оставила в рубрику как показать вам, как выглядело же мое агентство я не сняла там абсолютно все но что-то для вас запечатлило и поэтому сейчас вам об этом расскажу, покажу ну вот мы заходим в наше агентство закрываем засыпать дверь и первое, что мы видим, это стрелочки которые, в принципе, указывают, куда нам идти но сейчас мы их проигнорируем и повернемся налево и мы увидим большой зал ожидания для гостей, клиентов агентства ну или же самих моделей которые решили, может быть, отдохнуть перекастингом или что-то такое а возвращаясь к этим дверям если мы в них войдем, то слева мы увидим ресепшн где обычно сидит девушка, которая информирует и выполняет какие-то другие функции а это все буки девочек агентства women если от них мы повернем направо на первом этаже то мы заходим в такой уголочек бухгалтерии и финансов этот кабинет, который вы сейчас видите перед собой там я сидела первый день и заполняла всякие бумаги подписывала все контракты и вообще по всем финансовым вопросам сюда вот помните ресепшн мы повернули направо но, а если же мы сделаем обратно и повернем налево то мы увидим перед собой такую лестницу по которой она же будет подниматься на второй этаж также с этой лестницы в принципе мы можем увидеть рабочее место этой девушки которая сидит на ресепшн как мы видим там куча каких-то камер наблюдения поэтому она наверное выполняет еще функцию охранника кто знает да, вот тут вот везде буква V, W которая является символикой агентства women мы поднимаемся на второй этаж потому что там в принципе всегда происходит основное действие поскольку там букеры и все основные работники собрались там это маленькие залождания тут обычно просто адовая туча моделей когда какой-то кастинг проходит или еще что-то я просто пришла в обеденный перерыв когда там ничего нету там какой-то вообще третий этаж я там не была не знаю что там интересно а вот эта вот там дверь она ведет в разные кабинеты если вы помните в одном из этих кабинетов я снимала как я тренировала свою походку и там мне еще делали снэп в первый день а это наши дорогие букеры куча работников которые сидят за компьютерами там вы можете видеть по бокам комкарды это карточки которые вы можете в любой момент приходить брать к себе в книжку композиты я о них рассказывала ну и да Полина была бы не Полиной если бы она не сняла свою ногу или не снялась в туалете ну да туалет у них кстати прикольный он такой красный в Милане шикарная погода уже всю неделю просто все время солнце и плюс 12 градусов минимум а знаете что я все еще живу одна я живу одна в номере уже неделю ладно меньше но все равно это классно это здорово я надеюсь так будет продолжаться потому что одно и готовить на кухне это такое счастье ребят такое счастье вставать и не думать что ты кого-то разбудишь что же такое счастье так что плюс 13 так от где так они ходят сегодня в числе кастингов также находится кастинг на Джорджио Армани и мне написали что это очень имплорист что меня там очень хотят видеть так что посмотрим что они там скажут в этом империо Армани спасибо метро за поднятие настроения и напоминать прикольно вы знаете я конечно все ожидала найти в своем рюкзаке это черная гора но никак и домик от монополии а что касается кастинга там на Армани была толкучка нереально очень много людей вообще я не буду рассказывать как много я стояла и как там девочки рвались и кидали чтобы она не дай бог была после меня чтобы я такая просто ладно проходи они все просто вообще там рвут и летают ну ладно но что плюсы того что я не знаю просто я прошлась мы посмеялись я увидел самого Армани очень приятный мужчина очень классный поржались мне больше не пошутило в общем прошло все прекрасно мне понравилось и так хочется вам сказать чему же меня все-таки реально научила эта поездка первое это конечно же самостоятельность еще больше самостоятельности что было для меня очень-очень круто поскольку я знаю что я в следующем году уеду учиться за границу для меня было очень важно попробовать себя вот одной прям вот одной совсем одной жить то есть например летом я была в такой программе Erasmus может кто-то из вас знает но там мы ехали от моей школы у нас была группа людей то есть все-таки я была не совсем одна а тут действительно я жила одна в квартире месяц также эта поездка еще больше меня раскрепостила я очень благодарна моделингу за то что он позволил мне почувствовать себя красивой понять прелести своей внешности перестать стесняться и ну раскрыться действительно это огромный плюс моделинга и почему я вот советую всем девочкам в принципе хотите выстроить карьеру модели не хотите выстроить карьеру модели просто попробуйте себя в этом представьте себе что если вы очень стеснительно такая зажатая девочка вы стесняетесь боитесь своей внешности особенно когда вы не любите себя вот перед вами стоит фотограф да и у вас будет какая-то фотосессия даже если это не заказчик даже если это обычный снэп он говорит позировать а вы думаете я как понимаете и вот это опять очередной челлендж и вас просто у вас нету выбора у вас просто нету никакого выхода вам приходится что-то там придумывать уже вот так вот как-то ручку ставить уже вот как-то потом выше все выше уже как-то ножку так приподнимать уже туда-сюда и вы потом просто входите во вкус то есть вы уже просто воспринимаете это как какой-то танец девочки все танцуют перед зеркалом девочки в принципе все кривляются все девочки любят фотографироваться Все девочки любят чувствовать себя красивыми, поэтому это очень хорошо в этом помогает, и сейчас, когда у меня были съемки такими серьезными заказчиками, когда у меня были кастинги на а-ля Armani, в общем, я не буду перечислять все эти крутые бренды, но когда у вас такие кастинги, и на вас просто смотрят очень-очень много человек, и вам еще нужно пройтись походкой, вам еще нужно красиво повертеть перед ними задницы, чтобы вы понравились, вам еще нужно вообще do your best, то есть вам нужно настолько показаться открытой, крутой, чикой, ладно, не чикой, крутым человеком, чтобы у вас вот просто, с вами было приятно общаться, что самое главное, кстати говоря, если вы приятны в общении, если вы идете на контакт, вот видно, что вы такая открытая, вот прям вот наслаждайтесь своим телом, какой бы оно у вас там ни было, как бы вы там отвратительно не ходили, вот я, я не очень хорошо хожу на каблуках, то есть, ну блин, ну вообще нет, и у меня может быть ноги немножко кривые, но я настолько научилась наслаждаться собой и показывать это людям, не стесняться, что мне кажется, у меня сейчас уже хорошо получается вот показывать вот эту всю энергетику людям, показывать свою открытость, не стеснение, и тогда они думают, вот если она так не стеснительная, ну а что фотки получатся классные, потому что когда человек открытый, ну, сами знаете, если вы когда-либо фотографировали людей, я уверена, вы когда-либо фотографировали людей, чем более открытый человек, тем проще с ним работать, потому что он, ну, не стесняется, потому что он вот в любую позу встанет, и он будет чувствовать себя комфортно, ему будет классно, и он очень круто изобразит это. Так что совет именно девчонкам, ну или парням, моделям, которые боятся то, что вот, ну мы такие стеснительные вообще, вот как-то такие неуверенные, как вот я буду, там будет куча людей, я пойду на показе. И вообще эти все кастинги, чтобы меня кто-то оценивал, вот не думайте так, ребят, ну что это такое? Ну кто-то оценивает, ну и что? Воспринимайте это как очередной челлендж, и поверьте мне, это очень-очень сильно вас закалит, и вам настолько вы получите кайф такой, я не знаю, понимаете, это такое несравнимое получение адреналина, так и несравнимые эмоции, после которых вы просто, вот просто, не знаю, вашу самоценку не то, что поднимаете, у вас просто прилив таких сил, вам хочется еще больше и больше. Я считаю, что каждая девочка должна очень-очень сильно любить себя, каждая девочка должна уметь правильно преподнести себя, правильно встать, правильно сказать, правильно улыбнуться, правильно еще как-то подмигнуть. Каждая девушка должна уметь устроить правильный сексуальный взгляд, каждая девушка должна уметь кривляться хорошо, каждая девушка должна уметь быть смешной, забавной, милой, умной, серьезной, и в общем в этом всем вам очень хорошо поможет моделинг, поэтому я благодарна моделингу из-за этого, и я буду продолжать это делать вот по этим причинам, которые я вам сказала до этого. Ну, а если же у вас и так все самооценка в порядке, и вы любите себя, и вы не стесняетесь работать на публику и так далее, то моделинг просто научит вас держать осанку, потому что у меня тоже всю жизнь была проблема с осанкой, и сейчас она до сих пор есть, и я иногда могу, ну, сутулиться, когда, знаете, расслабляюсь, и вот, ну, сутулись, у меня есть такое. А вот в модельном бизнесе, особенно когда вы в модельной поездке, ну вот представьте, вы высокая девушка, например, да, модель, и у вас же сам факт в голове, что вы идете на кастинг, что вы модель, у вас такая книжка модельная, то есть все понимают, прохожие, что вы не просто человек, не просто симпатичная, прекрасная, длинноногая красавица, а что вы уже все-таки модель, а это уже какой-то статус, и вы идете в агентство, и вы понимаете, что там букеры, ваши, как-то так сказать, начальства, которые будут вас оценивать, и вообще, в принципе, везде, вы понимаете, что везде люди, которые вас оценивают, и вы все больше и больше думаете о том, а как я выгляжу, и вас просто автоматически, вы не можете идти вот так вот, при всех этих мыслях, что вы модель, что вы идете на кастинг Джорджо Армани, или еще на какой бы то ни было, вы не можете просто идти вот так, вы просто сразу же, голова идет вверх, вы понимаете, как все круто, какая вы молодец, и все, и спина сразу же расправляется, ноги сразу же идут по одной линии, все сразу же красиво, вы улыбаетесь, с самооценкой все здорово, и никакого там прыща у вас на лице не было, вы думаете, а нет, все, я, меня, меня пригласили на Версачи, все, даже если это не показ, даже если меня не возьмут, меня уже пригласили на кастинг, все, все, я должна быть на высоте, и вы понимаете, когда вы так делаете месяц-два, у вас это входит уже в привычку, мне кажется, это большой-большой плюс, потому что у вас входит в привычку быть красивой и держаться на должном уровне. Также в Милане я так много пропутешествовала, я видела столько красот, я бы видела еще больше, я бы еще с удовольствием туда отправилась, я всегда умею находить себе приключения, если вы такой же человек, то отправляйте модельную поездку, несмотря на то, что хотите вы состроить карьеру, не хотите вы состроить карьеру, действительно, это прекрасный повод для путешествий, вот сейчас уже мое агентство предлагает мне какие-то другие страны, я буду над этим думать, буду рассматривать. У меня в голове было очень-очень много идей, которые я могла вам там снять, которые я хотела для вас снять, которые я вам готовила, но к большому, к большущему, моему сожалению, были такие большие проблемы с этим Wi-Fi, у меня начались проблемы с телефоном, у меня программа, которую я монтировала, я монтировала на телефоне, просто обилие этих видео, представьте, я пытаюсь с них разобраться, программа несколько раз вылетала, мне приходилось перемонтировать несколько раз все, и это было действительно сложно, потом ничего не выгружало с этим Wi-Fi, а потом эти работы, я прихожу, просто отрубаюсь, ничего не понимаю, так что я очень сожалею, что у меня не получилось снять нечто большее, но я очень надеюсь, что вам понравилось, и вы оценили то, что я для вас сделала, я очень много получала от вас сообщений, как вам все нравится, как вы ждете следующих выпусков, мне просто очень-очень сильно это приятно, и я надеюсь, что это действительно так, так что всегда давайте мне знать, что вы хотите видеть, что вам понравилось, что вам не понравилось. Если вы ждете от меня чего-то, то пишите мне об этом, мне будет безумно приятно, и это еще больше меня мотивирует на создание чего-то классного для вас. Так что я никуда не буду пропадать, никуда не собираюсь, я только стараюсь улучшать для вас контент, буду стараться улучшать и качество видео, и буду писать сценарий, и у меня очень-очень много идей в запасе. И спасибо действительно вам огромное за все ваши слова, за все отзывы. И, пожалуйста, дайте мне знать, интересно ли вам будет следить за моей жизнью не только в модельном бизнесе, но и, в принципе, о других вещах, потому что меня окружает большое количество интересных людей, большое количество интересных мероприятий, событий, поэтому, если вам интересно меня слушать, интересны мои мысли, то, пожалуйста, пишите мне обязательно об этом, и я буду только рада для вас делать все как можно больше, как можно интереснее. И большущий респект от меня тем, кто посмотрел и оставался со мной все-все пять выпусков на протяжении всей моей поездки в Милан. Не забывайте подписываться на меня в Инстаграме, в Фейсбуке, ВКонтакте. Очень интересная для вас новость в том, что скоро выходит мой фильм, лично мной снятый первый мой короткометражный художественный фильм, над которым я работала большое количество времени. Следите за новостями, я там буду выкладывать очень интересные кадры того, как мы это все снимали, и сам фильм, сам фильм, ждите, скоро будет выпуск самого фильма. Очень жду ваших комментариев и надеюсь, что вам он и понравится. Оставайтесь со мной, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, следите за мной. Ну а на данный момент всем пока!